Официально мотосезон в Омске еще не открыт, но байки на дорогах уже появились. Рев мощных двигателей лишает покоя сна горожан. Недовольные автолюбители у них с владельцами двухколесного транспорта давний спор. А сейчас, когда в России мотоциклисты могут получить преимущество на дорогах, выяснение отношений может стать еще жарче. Но о том, как сохранить порядок на дороге, спокойствие горожан, в этой студии мы поговорим с членом мотоклуба «Легион 55» Александром Маловым. День добрый. Александр, приветствую. Кстати, как доехали к нам? Без эксцессов или их избежать не удалось? И как вообще с этим обстоит дело? Как удается их избегать? Нет, с этим все нормально. А чтобы наша беседа получилась не такой официальной, я тоже немного подготовился. Поэтому вы отвечаете пока на вопросы. Так, дорога довольно-таки до вас приятная, хорошая, можно так сказать, после ремонтов, прошедших в прошлом году. Чтобы не было никаких неприятностей, самое главное – это соблюдать правила дорожного движения, не нарушать скоростной режим и все же быть самим вежливым на дороге. Но признайтесь, вот наверняка ведь бывает, хочется гашетку выкрутить на полную. Как часто нарушаете? Не скрою, хочется, но в городе, как говорится, стараюсь пар не выпускать. А если уж появляется желание выпустить пар на мотоцикле, пытаюсь выехать за город, как говорится, и прокатиться в свое удовольствие, не мешая другим. А есть ли в городе треки, где вот этот самый пар мотоциклисты могут выпустить? И как часто этими местами мотоциклисты, омские байкеры пользуются? К сожалению, таких прям отведенных мест у нас нету в городе. Да, и в принципе, сколько городов я посещал, ну, не видел их. Есть люди, например, когда уж хочется выпустить пар, питбайки, то есть это бездорожье, так сказать, где можно и попрыгать, и выпустить адреналин. Мотоциклистов, автомобилисты, мягко говоря, не любят. Вроде как сейчас нет, и тут же вот он уже появился. Куда он поедет в следующую секунду, тоже предугадать сложно. И в то же время, да, сейчас предлагают преимущество на дороге отдавать мотоциклистам. Вот как вы относитесь к этой инициативе? Возникали ситуации разные, да, на дорогах, ездили в другие города, в тот же самый Новосибирск, наоборот, автомобилисты, стоя в пробке, уступали место мотоциклистам, чтобы мы могли проехать промеж рядов. То есть у них нету такого какого-то негатива прям. Да, в городе есть лихачи, из-за этого складывается, что все, кто занимается, то есть или ездит на мотоцикле, то же самое делают. Нет, это далеко не так. Ну вот в соцсетях, да, сейчас люди активно обсуждают, высказывают свое негодование, свои жалобы по поводу тех, кто любит погонять, порычать. Что, на ваш взгляд, нужно? Какие-то дополнительные ограничения для тех, кто любит пошуметь, погудеть, вводить там? Ну здесь уже должно как бы работать наши ГАИ, в плане того, что они должны тоже понимать, что есть люди, которые не нарушая правил, не превышают шумовое загрязнение, спокойно могут доехать из точки А в точки Б в это время по закрытой улице. А есть кто хочет пронестись. То есть здесь, как вот и в Москве, мотобат. То есть если они видят, что есть прямое нарушение, мотоцикл превышает шумовое загрязнение, он может его остановить и предъявить ему штраф. А самим иногда не хочется вот как-то в ситуацию вмешаться в том смысле, что поговорить, объяснить тем, кто имидж байкеров, добропорядочных портит, как-то с ними разобраться? Или есть такое? Честно говорю, не раз тоже разговаривал. Сейчас уже многие, кто в мотодвижении уже более опытными стали и стараются уже оценивать сами ситуации. Да, появляются, конечно, лихачи молодые, но как раз старые, более опытные байкеры все же наставляют их на путь истинный. Спасибо большое, Александр, что нашли время и пришли в студию и ответили на наши вопросы. Всего-всего доброго. Мы продолжаем программу. Спасибо.